Продолжу эфир, я не одна. В нашей студии заведующая отделением медицинской профилактики ВРКБ Лариса Соловьева. С ней мы поговорим о диспансеризации. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Ну, в первую очередь, расскажите, как можно пройти диспансеризацию, в какое время? Я хочу сказать, диспансеризация продолжает наращивать темпы. У нас уже практически ковидных больных почти что нет. И в связи с этим население активно проходит диспансеризацию. Диспансеризацию могут пройти любые жители, которые прикреплены к нашему Ленинскому району, либо имеют постоянное место жительства в Ленинском районе. Диспансеризация на сегодняшний день проводится достаточно легко, потому что практически у нас четвертый этаж Витновской поликлиники на заводской 15 принадлежит диспансерному отделению. И практически побывав в двух кабинетах терапевтов, человек может спокойно в течение максимум двух часов, с учетом посещения гинекологического кабинета, кабинета, где проводится маммография, ЭКГ, пройти весь объем диспансеризации. Значит, подлежат диспансеризации лица всех возрастных групп. И рекомендуется проходить диспансеризацию раз в год, потому что это скрининговый метод и позволяет на ранних этапах заподозрить неинфекционные заболевания, онкологические заболевания, которые выявляются в процессе диспансеризации. Так, на ранних этапах можно выявить рак молочной железы, рак кишечника, базилиомы различные. Какие обстоятельства?